Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить большой квадратный торт на юбилей. Все необходимые ссылочки для этого торта вы сможете найти под видео. Ссылки на крем, ссылки на коржи. Все это у меня есть на канале и вы можете посмотреть отдельные ролики. Ну а сейчас я приступаю к самому торту. Поэтому, если вам это интересно, оставайтесь со мной до конца видео и вы посмотрите, какой торт у меня получился. Торт я буду делать квадратный. У меня есть такая вот квадратная форма, которую можно регулировать любой длины. Я ее отрегулировала по противню. На дно противня я выложила бумагу для выпечки. И сейчас саму форму я тоже бока выложу бумагой для выпечки. Ну вот, я края формы тоже выложила пергаментом, вернее бумагой для выпечки. И чтобы она лучше здесь держалась, я ее смочила водой и как бы приклеила. Также можно форму смазать маслом. Но я предпочитаю это делать лучше водой, чтобы от масла на форме не оставались пятна. Сюда будем сейчас выкладывать бисквит. Я приготовила бостонский бисквит. Как его готовить, у меня есть отдельное видео и ссылочку на него я оставлю под этим роликом. Сейчас ставлю его в духовку выпекаться. Я уже испекла бостонский бисквит. И сейчас я буду шоколадный бисквит печь. Буду печь его так же само, как бостонский. Только в этот рецепт я добавлю еще 3 столовые ложки какао. Поэтому вы можете другой какой-нибудь шоколадный бисквит печь, если вы будете делать такой торт. Но я сделаю их как бостонский, только с какао. Еще одна такая маленькая ремарочка. Если вы печете этот бисквит в круглой форме и по диаметру меньше, вот как у меня на видео там было, где видео бисквита, там у меня была форма 28 см. Я выпекала его 40 минут. Так как здесь я бисквит пекла ту же самую порцию на весь противень, он выпекался у меня 20 минут. В 2 раза быстрее, потому что высота бисквита меньше, и поэтому за счет этого он выпекался тоже у меня меньше, 20 минут. Имейте это в виду, если вы тоже будете ту же самую порцию печь на весь противень. Значит, печем по времени меньше. Если печем в форме диаметром там 25-28 см, значит печем дольше, 40 минут. Так что имейте это в виду. Я отправила в духовку шоколадный бисквит. Будем ждать, когда он испечется. Бостонский бисквит уже остыл полностью. Вот так вот он получился. Посмотрите, какой он пористый. И сейчас покажу еще вам шоколадный бисквит. Ну вот, шоколадный бисквит тоже испекся. Когда он остынет, я его вытащу, покажу еще раз вам его. Ну вот такой шоколадный бисквит у нас получился. Повторю, это тот же бостонский бисквит, только с добавкой какао. И шоколадный бисквит готов. Сейчас будем делать торт. Вернее, не сейчас, а не пускай постоят у меня 6 часов. Сразу нельзя делать торт. Но я оставлю на ночь. Завтра буду делать торт. Так что оставайтесь со мной. Смотрите, как будем делать тортик. Здесь у меня налит сок от персиков. А здесь от вишен. Я сейчас доведу до кипения этот сок. Добавлю немножко крахмала и получится такой, как киселечек. И этим я буду смазывать коржи. Сюда я насыпала неполную десертную ложку крахмала. Разбавила ее с водой, крахмал. И добавляем сюда персиковый сок. Как появятся пузырьки, снимаем с огня. Накроем пищевой пленкой в контакте с поверхностью. И пускай остывает. И то же самое мы сделаем с вишневым соком. Вот такой киселечек у нас получился. Собиваем пленочкой его. И оставляем до полного остывания. И вот это самое сделаем с вишневым соком. Вишневым соком. Вишневым соком. сейчас сделаем шоколадный крем для торта крем будет заварной для шоколадного заварного крема мне понадобится молоко желтки масло сахар ваниль шоколад крахмал желтки добавляем сахар крахмал и взбиваем все это миксером на большой скорости взбивать надо будет до белой густой массы пока сбиваем желтки ставим кипятить молоко молоко наше закипело желтки сбились посмотрите какая получилась белая густая масса и сейчас молоко добавляем сюда потихонечку постепенно жутки и все перемешиваем все молоко добавлять не надо потому что мы потом обратно сюда в кастрюлю все вылим буквально чтобы немножечко разбавить наши желтки теперь разбавленные наши желтки добавляем там молоко постепенно если и перемешиваем и варим наш крем до загустения как только крем начнет закипать появятся небольшие пузырьки варим его около одной минутки и снимаем с плиты кстати какой густой получается крем все наш крем готов такой получается у нас крем сюда высыпаем шоколад и дадим этому шоколаду здесь полностью растаять и перемешаем все до однородной массы у нас получается вот такой вот шоколадный крем шоколад полностью растворился сейчас я накрою его пленочкой в контакте с поверхностью и дам ему остыть потом туда добавим сливочное масло шоколадный крем остыл добавляем сюда ванильную эссенцию экстракт ванили что у вас есть и частями сливочное масло и будем взбивать миксером так добавляем все масло ну вот наш шоколадный крем готов уже можно его использовать также я еще приготовила пломбирный крем отдельное видео у меня есть на канале вы можете посмотреть а ссылочку на это видео я оставлю под этим роликом сейчас я разрежу коржи на две части будем собирать наш торт а и 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 Теперь на смазанный шоколадный корж кладем белый корж. Пропитывать этот корж я буду вот таким вот кофейным ликером. На белый корж я положу бомбирный крем, ссылочку на него вы найдете под видео. Корж пропитали, сейчас будем накладывать бомбирный крем. Чуть не запыла. Корж пропитали, сейчас на него накладываю персиковый кисель. На коричневый корж я накладывала вишневый кисель, а на белый корж я накладываю персиковый кисель. Этот кисель, напомню, я делала из сока, которым были персики. Смазываю весь корж киселем. Смазала корж киселем, теперь сверху я положу персики, а уже на персики положу крем. Сначала думала сделать наоборот, но решила сделать так, чтобы выровнять немножечко, где, например, видите, здесь у меня пониже корж оказался, здесь как-то повыше, и за счет ягод я все это выровняю. Здесь положу побольше ягод, здесь положу поменьше ягод, чтобы у меня была ровная площадка. Я выложила персики, а сейчас сверху буду накладывать в бомбирный крем. Ну и теперь я выкладываю сюда бомбирный крем. Бомбирный крем положила, сейчас сверху кладу шоколадный корж. Сейчас так же сам его пропитываю. Сначала кофе с бальзамом, потом кисель вишневый, потом положу шоколадный крем, потом вишню сверху сюда. Сейчас кисель или варенье, потому что больше нравится. Укладываю ягоды. Это вишня, как вы помните. Сель вишневый, ягода вишня. Мы, ягоды выложили, кстати, сюда. Выливаем шоколадный крем. Вот я выложила весь шоколадный крем. И сверху сейчас положим последний корж. Предварительно я его пропитаю. Пропитаю молочным ликером, копейным, вернее, ликером. Ну вот, торт я уже собрала. Сейчас отправлю его в холодильник, пускай он пропитается и немножко схватится крем. А завтра я буду его украшать белково-заварным кремом. Ну вот, торт у меня постоял всю ночь в холодильнике. Крем очень хорошо застыл весь. Сейчас я подровняю все края и буду делать белково-заварной крем и оформлять наш торт. Поп usс лико. Продолжение следует... 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 минут не знаю ну минут 15 наверное до тех пор пока они не будут такие стойкие 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 они не должны стекать с венчика они должны очень хорошо держать форму тогда наш белково-заварной крем уже будет готов посмотрите как белки увеличились в объеме у меня получилась полная миска но еще до взбивать еще они не готовы белки надо взбивать но вот наш белково-заварной крем готов он хорошо держится на венчике на лопатке он еще горячий обратите внимание как много стало крема и посмотрите как он везде цепляется и даже тяжело можно сказать его снять вот такой вот крем должен получиться сейчас будем украшать тортик сейчас кремом я обмажу весь торт этой порции крема мне будет мало я потом буду варить еще вторую порцию крема вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...